Веяние моды и грамотное управление. Гомельская область лидер в республике по эффективности использования спортивных объектов. Сейчас средняя загруженность в рабочее время бассейнов и спортзалов в регионе составляет 94%. Остальные 6% отданы на необходимые санитарные и технические мероприятия. Ледовый дворец в областном центре один из самых популярных объектов, а следовательно и самый загруженный. Льда на всех желающих просто не хватает. Как под одной крышей уживается профессиональный хоккейный клуб и две детские спортивные школы, попытался разобраться Максим Савин. В том, что обе арены Ледового дворца используются по максимуму, может убедиться любой. На сайте учреждений вывешено расписание на лед каждой из арен. С 7 утра до 11 вечера свободного времени нет. Директор дворца Алексей Жихарев говорит, что при составлении графика есть четкая иерархия. В первую очередь учитываются пожелания профессиональных хоккейных команд Гомель и Гомель-2. А после идут спортивные школы. И в последнюю очередь планируют массовое катание для гомельчан. Во дворце базируются две школы из Дюшор номер один, где воспитывают фигуристов, а также Дюсуша хоккейного клуба Гомель. В сумме это почти 600 детей. Также на Гомельском льду занимаются воспитанники рцопа по зимним видам спорта. Нагрузка колоссальная, однако, по словам Алексея Жихарева, без необходимого времени не остается никто. Все часы, которые предусмотрены постановлением Министерства спорта и туризма, наша школа выполняет в полном объеме. Заявки, которые подает нам хоккейный клуб на свой учебно-тренировочный процесс, мы тоже удовлетворяем на 100%. Самый напряженный период в ледовых баталиях – сентябрь и октябрь, когда работает только одна арена, а вторую нельзя залить по техническим причинам. В эти месяцы действительно ощущается недостаток льда, становится больше занятий в спортивных, хореографических залах. И вот именно в этот момент и возможно легкое недопонимание между родителями фигуристов и администрацией школы. Взгляды на организацию тренировочного процесса немного разнятся. Фигурное катание, прежде всего, это, естественно, лед. То есть зал, хореография и разминки – это все подготовка, скажем так. То есть, ну, нельзя научить ребенка прыгать и кататься в зале. После лета, естественно, надо первое время, чтобы ребенку втянуться, обкатать новую программу. Программы меняются, прыжки усложняются, вот, больше нагрузка. И, то есть, если бы это было круглогодично, было бы намного проще и тренерам, и детям выступать. Много льда не бывает, соглашаются специалисты. Однако и выходить на него без хорошей подготовки в зале нельзя. Результатом может стать в лучшем случае перетренированность, в худшем – травма. После лета выходим, мы не сразу начинаем прыгать. Нам потихоньку нужно все прыжки вспомнить, отработать, доработать в зале. На льду мы отрабатываем скольжение, вращение. Поэтому достаточно, да. Диалог между заинтересованными сторонами в дюшер номер один налажен хорошо. Возникшие проблемы не скрывают, обсуждают и по возможности пытаются решать. Между тем, работа на льду и в залах продолжается. Ее результат налицо. У нас одна из лидирующих школ в Республике Беларусь. У нас шесть человек состоит в национальной команде Республики Беларусь. Ежегодно мы передаем детей в РЦОП, то есть это высшее звено подготовки. И мы выполняем ту программу, которая у нас запланирована на выполнение массовых разрядов кандидатов в мастера спорта. Ежедневные встречи с родителем юных хоккеистов для заместителя директора ДЮС США хоккейного клуба Гомель Фахредина Умарова стали традицией. По его словам, убедить некоторых, что на начальном этапе главное не победы, очень тяжело. В первые годы работать нужно над физическими данными, постановкой техники, а не думать о звоне медалей. И тренировки на земле, как их называют хоккеисты, важны не меньше, чем лед. Усердствую можно отбить у ребенка всякое желание заниматься не только хоккеем в частности, но и спортом вообще. Поступательное движение к цели. Таким образом стараются организовать работу в спортшколе хоккейного клуба Гомель. Мы ставим целью подготовка постепенно, степ-бай-степ, то есть шаг за шагом увеличивать нагрузку, ставить технику. Можно добиться медалек и сейчас, но затем ребенок уже привыкнет к этим медалькам. И он не будет добиваться главного. Это прежде всего выступить под флагом Республики Беларусь. Система дает плоды к выпуску. В спортшколе воспитывают чемпионов. Два года подряд команда юниоров выигрывает первенство Беларуси. Дальше ребята переходят в высшее звено подготовки. Это вторая команда Гомеля и РЦОП по зимним видам спорта. Фахредин Умаров не скрывает, проблемы есть. Кстати, решает вопросы нехватки льда, использование открытых катков зимой и создание спортивных классов. У ребят, которые в них обучаются, тренировки проходят в так называемое мертвое время, когда лед не востребован. Чаще всего это раннее утро. Мы больше внимания обратили на создание специализированных классов. То есть стараемся предоставлять. Вот сейчас они поиграли, поиграют, потренируются и затем они идут в школу. Понимаете? После школы они приходят еще дополнить трюк. Они спокойно учатся. Востребован Гомельский ледовый дворец не только спортсменами. Массовое катание – одно из любимых развлечений гомельчан. С 9 до 11 вечера на лед практически ежедневно выходят игроки ночной хоккейной лиги. Любители игры для настоящих мужчин в Гомеле сотни. Они в соревнованиях участвуют. Кстати, любители жалуются. Им льда не хватает исключительно в летнее время, когда обе арены не действуют. Вот здесь у нас бывают месяцы, когда ледовая арена, ее вынуждены по техническим причинам сливать лед. Ну, в прошлом году в Жлобине не сливали. Мы ездили туда, вот, тренировались на машинах, садились, вечером тоже катались. Льда хотелось бы больше, говорит и начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Денис Езерский. Желающих заниматься с каждым годом становится только больше. Выхода из сложившейся ситуации два. Реконструкция арены Б, чтобы она могла работать круглый год, или строительство нового объекта. Рассматриваются оба варианта. Модернизация – дело рискованное. Как показывает опыт, в том числе и белорусские, это может выйти втридорого. Здесь, прежде всего, должна во главу угла стать экономика и целесообразность. Зачастую выходит так, что провести там комплексную, крупную, большую модернизацию, реконструкцию будет дороже, чем построить новый объект. Мы должны все посчитать, мы должны все взвесить и внести просчитанные предложения на рассмотрение руководства Гомельской области. И сегодня мы этим занимаемся. По эффективности использования спорта объектов Гомельской области лидер в Беларуси стала нормой, что в некоторые игровые залы и бассейны, особенно в крупных городах, не попасть из-за большого числа посетителей. Наруку в достижении таких показателей, естественно, сыграла и мода на активный отдых. Однако простого желания жителей региона стать спортивными мало. Клиента нужно привлекать и в первую очередь разнообразием и качеством услуг. В ход идут скидки, акции и другие приемы. Мы сегодня занимаем лидирующие позиции в Республике Беларусь по эффективности использования спортсооружений. Мы эти показатели стараемся удерживать. Мы очень требовательно относимся к спортивным объектам, к руководителям, ставим конкретные задачи, спрашиваем за выполнение этих задач. И уже каждый руководитель понимает значимость вот этого направления. Загрузка – это не просто показатель в отчетности для каждого отдельного спортучреждения, а реальные деньги, часть из которых направляется в том числе и на повышение зарплат сотрудникам. Максим Савин, Игорь Морищенко, Евгений Макеенко. Новости недели.